Партизан и подпольщики В тылу врага действовало 6200 партизанских отрядов общей численностью в 1 миллион человек В битве на Курской дуге врагу был нанесен удар за линией фронта 100 тысяч партизан, заранее обеспеченные взрывчаткой и детонаторами, усиленные переброшенными через линию фронта диверсантами и специалистами по минному делу, начали операцию «Рельсовая война» Тысячи железнодорожных составов на оккупированной территории были пущены под откос Взорваны мосты, разрушены сотни тысяч рельсов На некоторых участках железной дороги движение застопорилось на месяц И это как раз в тот момент, когда вермахт на фронте так нуждался в подкреплениях и боеприпасах Разработчиком операции был Илья Старинов, которого называют «дедушкой советского спецназа» Уникальный опыт партизанской борьбы он получил в Испании, где организовал около 200 блестящих диверсий Вернувшись домой, Старинов подготовил тысячи диверсантов для проведения спецопераций в тылу врага Написанные им пособия по тактике партизанской войны долгое время держали в секрете, а сейчас по ним учатся спецназовцы во многих странах мира Планы диверсии разведчик продумывал до мелочей Так, в 1941 году, перед отступлением советских войск из Харькова Полковник Старинов распорядился заминировать одно из красивейших старинных зданий двумя взрывными устройствами Опыт подсказывал, обнаружив одну бомбу, немцы не будут искать дальше Так и случилось Особняк заняли начальство гарнизона и штаб дивизии И в этот момент отправленный из Воронежа радиосигнал привел в действие оставшееся взрывное устройство Конечно, лишь немногие из партизан были профессионалами, вроде Старинова Большинство из них – обычные люди, не смирившиеся с вражеской оккупацией Кто-то уходил в леса, чтобы продолжить борьбу, кто-то, рискуя собственной жизнью, укрывал бежавших военнопленных или бойцов Красной Армии, которые не смогли выйти из окружения Нередко в партизанских отрядах наравне со взрослыми воевали дети В городе Краснодон действовала подпольная организация «Молодая гвардия», насчитывавшая 110 юношей и девушек Особенно тяжелыми для партизанского движения стали первые два года войны Тогда общее положение дел на фронте было сложным и у советского командования не было ни сил, ни возможностей активно поддерживать партизан В 1943-м ситуация поменялась. В партизанские отряды были заброшены инструкторы и специалисты, налажена постоянная радиосвязь с центром, не было недостатка в оружии и продуктах питания Такие усилия принесли результат Во время Курской битвы генерал Сидор Кавпак со своим отрядом совершил знаменитый Карпатский рейд протяженностью 2000 километров, захватывая по дороге города и громя крупные подразделения противника Для его перехвата на подмогу полиции немцам пришлось снять с фронта целую дивизию СС с тяжелым вооружением и авиацией А белорусские партизаны в 1944 году освободили половину территории Белоруссии еще до подхода Красной Армии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова